Что касается проектов по благоустройству, насколько успешно они завершились на территории Назаровского района в этом году? Наталья Юрьевна, мы начинали, это в прошлом году был первый проект, второй в этом году, я знаю, что опять подают наши территории, но уже завершала Наталья Юрьевна. Это тяжелые проекты, да, сегодня не только от Назаровского района есть предложение, на уровне оно звучит уже, как бы министерство, законодательное собрание, что эти проекты необходимы с учетом нашего короткого лета, да, вот этого периода, когда нет дождей, когда, то есть, вот есть возможность полноценно их реализовать, очень маленькое, что как вариант сегодня звучит, чтобы разрешали эти проекты реализовать два года, да, в течение двух вот таких периодов летних. Но как завершилось, Наталья Юрьевна тут уже завершала. Ну, здесь что хотелось бы сказать, мы в проектах по благоустройству улиц, это, ну, как бы так мы, грубо говоря, да, вообще-то комплексное благоустройство территории называется, но вот разговоров есть, это благоустройство улицы центральной на каком-то населенном пункте. Началась эта программа новая, она была министерством строительства в прошлом году, и мы в прошлом году зашли с улицы в Красной Сопке, этот год мы зашли с улицы в поселке Преображенском. К великому счастью, нам тоже дали второй проект, потому что не всем территориям дают данные результаты, там получается 10 территорий в год только возможно по денежным средствам, выделенным министерством строительства. Вот, и поэтому у нас поселок Преображенский в этом году, да, мы завершили, но проблемы были, это было озвучено в средствах массовой информации, то есть у нас замечаний было очень много к нашему основному, наверное, так можно сказать, подрядчику. У нас их было не один, потому что мы торговали слотами, у нас было несколько подрядчиков, это, значит, мощение и где-то демонтаж, у нас было озеленение, освещение, установка малых архитектурных форм, то есть это все были разные подрядчики. Ну, с одной стороны, хорошо, что их было много, мы смогли получить большую сумму экономии на торгах в рамках 44-го федерального закона, с другой стороны, у нас сложилась проблема с одним из поставщиков, из подрядчиков, которые нам затянули установку опор освещения. И они нам доделали освещение только в ноябре месяце, то есть здесь, да, была проблема, и мы не смогли по контрактам, которые были заключены, можно так сказать, выполнить полностью весь объем, поэтому у нас объемы выполненных работ были закрыты не в полной мере, то есть какая-то часть еще экономии, и нам придется вернуть эти денежные средства в краевой бюджет в соответствии с законодательством, и мы не сможем их использовать в следующем году. То есть, получается, будем смотреть, какие работы мы реально не смогли выполнить, и будем делать это в следующий год, и точно так же мы с подрядчиками разговаривали, как понимаете, очень много получилось у нас в брусчатке, у нас тротуары все из брусчатки, центральная площадь выложена из брусчатки, и как показывает опыт, да, так как была планировка территории, возможно, где-то проседание этой брусчатки, но у нас есть гарантийное обязательство с поставщиком, который нам это изготавливал, и он по гарантийным обязательствам обязуется нам это все исправить, в следующем году, но кроме всего прочего, такие большие проекты у нас курирует Управление капитального строительства по Назарскому, ну, а у Начинский, получается, руководитель Будников Степан Михайлович, конкретно весь проект курировали они, и точно так же у них были замечания по этому проекту, ну, то есть, так можно сказать, что легко ничего не прошло, все было, конечно, очень сложно, но завершили мы его, будем смотреть весной, когда все растает, что получается, потому что, так как мы ушли в зиму с освещением, то конкретно оценить полностью весь объект и открытие у нас будет точно так же планируем на весну, у нас открытие будет там двух проектов, это площадь, потому что это было два разных проектов, площадь была на 10 миллионов, улица была на 40, и мало того, площадь у нас еще пошла по национально, по нацпроекту, ну, вот, посмотрим весной, когда уже будет освещение, когда уже будет видно все, откроем, все прекрасно красиво. Наталья Ивановна, мы все понимаем, что гарантийные обязательства, это всегда риски, поскольку вот даже если взять город Назарова, то вот подрядчик по проекту Аллея памяти, да, это вот Мемориал Победы тот самый, до сих пор не исправил все замечания и недосчеты. Вот на ваш взгляд, вот каждый раз, когда речь заходит о каком-то проекте по благоустройству, всплывает несовершенство законодательства и невозможность реально повлиять каким-то образом, заставить подрядчика работать. Вот Назаровский район в связи с этим, пережив, может быть, аналогичные ситуации, какие-то предложения у вас появились? У нас какие предложения, правильно сказала Галина Владимировна. Во-первых, очень сложно было реализовать проект, потому что у нас в один год было и изготовление проекта, и прохождение его экспертизы, и выполнение работ. То есть мы уже давно и с общероссийским народным фрунтом разговаривали по поводу того, чтобы хотя бы один год сделать проект, пройти его государственную экспертизу, и потом спокойно в начале года зайти на уже выполнение объема работ, для того, чтобы можно было больше времени израсходовать на какие-то строительные работы, чтобы можно было спросить с этого поставщика и подрядчика, который нам делает это выполнение работ. Ну а вообще здесь хотелось бы что отметить. У нас в этом году мы заключали новые контракты, и в новых контрактах мы не могли подписать акты вымоленных работ, пока вот этот поставщик не внесет определенную сумму средств на счет, обеспечив гарантийные обязательства тем самым образом. То есть если даже он не будет выполнять эти гарантии, которые он на себя взял к этому контракту, то мы можем израсходовать и денежные средства, которые у нас лежат, ну чисто по-русски говоря, в залоге. То есть это вот так теперь. Продолжение следует...